Я первый человек, который пережил этот судьбоносный переход. И я абсолютно уверена, что я не последняя. Что такое жизнь? Жить в теле много миллионов лет? Или загрузить свой мозг во всемирную сеть? Насколько живым останется человек после загрузки? Будет ли это человеком или теперь это программа? Именно на эти вопросы будет отвечать мультсериал Пантеон. Приготовьтесь, ведь он может поразить вас до глубины души. Я был один в пустой вселенной. Вселенной слишком маленькой. И в то же время слишком бесконечной. И вы еще неделю будете думать и размышлять о смысле жизни. Ну что, поехали. Из всех многих важных вопросов, которые волнуют Пантеон, этот захватывающий, умный, удивительный анимационно-научно-фантастический сериал это одновременно самый важный и трудный для ответа вопрос. И это возникает из ситуации настолько обыденной, что она граничит с банальностью. Восьмидесятистраничный патент, написанный за 15 секунд, для него прошло 12 дней. Когда мы встречаем 14-летнюю Мэдди Ким, она постоянно конфликтует со своей матерью Эллен и подвергается безжалостным киберзапугиваниям со стороны подлых девчонок в школе. Другими словами, она хика, которую никто не понимает, а ее единственным другом становится незнакомец, который общается посредством смайликов. Позже мы все же узнаем, что с ней пытается заговорить ее отец, который, как казалось, давно умер от рака. Но прежде чем умереть от рака несколько лет назад, Дэвид работал в технологическом гиганте под названием Логарифм, который экспериментировал с пользовательским интерфейсом, другими словами, с загрузкой разума в сеть. Вы работаете над искусственным интеллектом? Не искусственный. Загруженный. По данным компании, сканирование мозга и перенос сознания Дэвида завершилось неудачей. Теперь кажется, что Логарифм был не совсем честен с семьей Ким, ведь он может существовать, но в виде ЗИ, загруженного интеллекта. Запах. Я и забыл про запах. Именно с этого и начинается первый сезон мультсериала, который фантазирует на темы, которые меня беспокоили в детстве. Однако здесь мы встретимся с более обширными и сложнейшими конфликтами, которые мы можем только себе представить. Помимо семьи Кимов, здесь присутствуют и другие важные персонажи для повествования, имеющими собственное отношение к новой разработке Логарифма, связанную с пользовательским интерфейсом. Ещё один подросток-неудачник – Готик Каспиен. Готик Каспиен преуспевает в математике и хакерстве, ещё пока не знает, зачем он появился на свет, ведь он – математически выверенный клон Стивена Холстрома, очень похожий на Стива Джобса. Каспиен проживает точную копию жизни Холстрома, дабы он смог вырасти настоящим клоном Холстрома без изъянов и решить баг системы, которая убивает Зе И. Чтобы всё прошло удачно, был разработан план по выращиванию клона. Помогают в этом бывшая жена Рене и старый друг Кэрри. Они разыгрывают точно такие же сцены из жизни, которые пережил Холстром в детстве. Хочешь боль? Хочешь поговорить о боли? Я… Я от тебя ухожу. Однако всё меняется, когда Каспиен начинает что-то подозревать. Его действия приводят к девочке Мэдди Ким, которая потихоньку тоже начинает понимать, что мир теперь не станет таким, каким был прежде. Что происходит? Также в нашей истории есть ещё пара важных персонажей, которые очень сильно влияют на повествование первого сезона. Лори Лоуэлл – первый загруженный интеллект. Она тоже уж очень больно похожа на главную героиню призрака в доспехах. Она попала в аварию, и единственным способом спасти её была загрузка, на что и пошёл её муж, дабы видеться с ней и дальше. Не понимаю, о чём ты. Мой разум распадается. Я это чувствую. Чем больше мощности я расходую, тем быстрее я ослабеваю. Ещё одним заи стал Чанда Венот. Он был своего рода пророком, который в жизни мог предугадывать события и тем самым мог подмять рынок под себя, пока его не похитили и против его воли загрузили в сеть для своих нужд. Мир, похожий на тот, где появляется человек, но который мог развиваться гораздо дольше. Моей работой было грезить об этом мире. Как оказалось дальше, логарифт использовал загруженных для своих грязных целей. Зеи справлялись с вычислениями намного лучше, чем сами люди. Поэтому им построили крошечные виртуальные миры, в которых их дни повторялись раз за разом. Но они этого никак не могли понять из-за блокировок со стороны. Первым, кто смог выбраться из своей ячейки памяти, и стала Лори. Она же позже и придёт к Дэвиду Киму за помощью и научит его пользоваться сетью и создавать в ней миры за секунды. Чанда же, обретя сознание, начнёт свою войну против людей, которые сделали это с ним без его согласия. Однако, главной задачей всё же остаётся разработка и отладка бага, который убивает Зеи, если они используют много энергии. Это баг. Его последняя стадия. Вот что нас ждёт. А о чём это ты? Какой баг? Этим и будут заниматься наши герои на протяжении всего сезона. Бороться с Чандой и думать над решением ошибки целостности. Первый сезон поднимает очень много философских и этических вопросов на тему технологического прогресса. Кто-то желает бесконечную жизнь в сети, и поэтому ему нужна отладка бага. В этот момент я понимаю, что даже будучи ты загруженным, ты в любом случае захочешь остаться жить. И попробуешь сделать всё возможное в своих силах. Ты можешь бороться. Ты продолжишь любить своих близких, захочешь видеться с ними чаще, но в таком случае ты не сможешь за ними поспевать, так как жизнь в сети и реальности кардинально отличаются по временным рамкам. Другой хочет уничтожить всё человечество, так как оно недостойно существовать. Такой же этический вопрос, ведь человек в сети остаётся таким же эмоциональным и чувственным, что может обидеться на разного рода поступки извне. Мы должны показать им мощь Индии. Сатья Мэваджа Яте. Есть, господин президент. Тем более, теперь всё подвязано на сети. А ты везде, и тебе ничего не стоит взять и запустить все ядерные ракеты, чтобы уничтожить всё живое на планете. Вот и думай, хорошо это или плохо. Также хочу отметить, что создатели очень ловко смогли сюда запихнуть пару отсылочек. Те, которые я смог найти, так это явную отсылку на призрака в доспехах. В виде персонажа Лори, похожего на майора Кусанаги. Перестань думать как программист, используй воображение. Вторая явная отсылка на Стива Джобса, в виде персонажа Стивена Холлстрома. Как на гения, который сделал революцию в технологическом мире. Но ещё одна отсылка, которая не слишком явная, так это некоторые предметы Мэдди, как из аниме Эксперименты Лэйн. Это аниме в своё время также фантазировало на тему будущего интернета и технологического прогресса в частности. Смогут ли наши герои основить злой загруженный интеллект? Смогут ли создать лекарства от бага, чтобы хорошие заи остались живых? Это вы узнаете сами, так как с моей стороны это было бы подло рассказать вам всё и вся. Если же вас зацепила эта история, то сохраняйте этот видос, биггом смотреть первый сезон, а потом возвращайтесь за порцией о втором сезоне. Совсем недавно вышел второй сезон, который мог и не выйти из-за очистки кадров на канале AMC. Однако всё обошлось и создателям выделили бюджет на создание второго сезона. И, как мне кажется, он стал финальным. Он закрывает все вопросы, все сюжетные ветки, да так, что в конце вас ждёт некое откровение. У меня при просмотре честно отпала челюсть. Начнём с того, что после некоторых событий из предыдущего сезона правительство многих стран отключили интернет из-за страха того, что заи уничтожат мир. Либо как-то могут угрожать существованию обычных людей. Каспиан теперь работает в логарифме, который, казалось бы, уже должен был быть закрыт. Однако это не так, и теперь Каспиан пытается дальше создать лекарства для отладки бага с новыми предоставленными инструментами. Что это вообще значит? Мы загружаем старый мозг обычных людей, а мозг старых людей распадается и умирает. У них осталась копия сознания Дэвида Кима, и есть шанс, что с помощью него возможно решить проблему целостности. Только для этого нужен ещё один кусочек пазла. Эта версия Дэвида ещё не знает, кто она. Он даже не знает, что он заи. Этим кусочком является дочь Дэвида, Мэдди, которая соглашается прибыть на старую базу логарифма в Норвегии. Именно в этот момент и начинается череда событий, открывающие настоящий конфликт второго сезона. Он нужен лишь для взлома ценности, чтобы достичь идеальной копии и жить вечно. Оказывается, что создание клона Холстрома была иная задача, нежели просто вырастить копию. Истинная причина была в отладке бага перед тем, как можно будет загрузить самого Холстрома в сеть. Ведь перед этим за кулисами его мозг поместили в криокамеру до лучших времён. Давайте его вернём. Ты смог, Джуиос. Эти лучшие времена настали именно тогда, когда Каспиен решил загадку бессмертия Зеи. Всё было подстроено с самого начала. Каспиена и Мэдди предали и забрали код, а после загрузили сеть Холстрома с устранённым багом. Это мой код, придурки. Это он. Дай мне доступ к сети безопасности, живо! Теперь его цель построить новый мир загруженного интеллекта. Но своими подлыми методами. Создать вирус, распространить его по всему земному шару, который заставит всех сидеть дома, либо умирать от пандемии. Ничего не напоминает? Он хочет сделать жизнь невыносимой. Однако спасение есть. Всем лишь придётся загрузить свой разум в сеть, и тогда все будут жить вечно. Пока один за другим не выберут загрузку. И свободу. Только такой расклад никак не устраивает, наверное, почти всех в мульте. Ведь это аморально. Каспиан и Мэдди решают дать ему отпор, попутно вновь философствуя о жизни и её ценности. А ты сам-то кто, чёрт возьми, такой? Программа. Я был создан, чтобы создать это. Также я хочу упомянуть, что для защиты людей от ЗИИ создали антивирус, который уничтожает их, если те начнут использовать слишком много энергии. Аркадий, вы используете слишком много квантовой энергии. Называется он Safe Surf. Это самообучающийся антивирус, который становится всё мощнее с каждым разом. Он в итоге сыграет одну из важнейших ролей, но это уже спойлер. Больше я ничего не могу сказать о втором сезоне, иначе это может испортить впечатление при просмотре. А мне хочется, чтобы вы сами прочувствовали всю серьёзность и философичность картины. В отличие от их агентов, я могла в одно мгновение оказаться в любой точке мира. Я мешала хакерским группам распространять дезинформацию, подрывая демократию. Хочу подвести итог всего, что я осознал при просмотре этого воодушевляющего произведения. Мультсериалы уже давно перестали быть чем-то детским, ведь зачастую только в мультфильмах можно создать такие вещи, которые в кино бы стоили уйму денег. Тем самым хочу сказать о том, что мультсериал смог зацепить визуальным стилем, который ничуть не уступает другим мультфильмам. Ты волнуешься, что меня забанят? Я волнуюсь, что за тобой будут охотиться АНБ или кто ещё. Пап, никто не должен знать, что ты есть. Темы, которые поднимает мульт, такие же мощные, как и различные книги о философии. Это не просто визуальное наслаждение, а также и мощная жвачка для ума. Как-то очень давно у меня была мысль о будущем. Я спрашивал своих друзей и знакомых, как бы они поступили. Остались жить в обычном теле, но тогда они бы умерли. Сделать себя киборгом, улучшить своё тело за счёт имплантов, которые также смогли бы продлить тебе жизнь. Но ты уже не будешь человеком. И последнее. Загрузить свой мозг на сервер и жить вечно. Создавать невероятные вещи в сети, но ты не сможешь быть человеком. Чувствовать запахи, прикосновения и наблюдать за прогрессом в реальной жизни. На этот счёт, кстати, есть решение. Оно показано в мульте. Вся моя жизнь страдания. Вы это спланировали. А вы исполнили. Что бы выбрали именно вы? Напишите в комменты. Для меня этот мульт стал неким откровением, которое позволило мне не просто смотреть какую-то дебилку и наслаждаться, но и действительно всё обдумать. Ведь если посмотреть на то, что происходит сейчас в мире, 100 лет, 50, 30 лет назад, мы и представить себе не могли, что случится сейчас. А это всё говорит о том, что, скорее всего, и загруженный интеллект тоже может стать возможным. И мы уже будем готовы к этому переходу. Ну, как вам ролик? Ох, это было нелегко. Он оказался намного сложнее, чем я мог предположить. Так что не жалейте лайков, я действительно старался. Буду рад обсудить мультсериал, ведь Пантеон стал для меня неким откровением, который хочется обсудить с кем-то, кто понимает мультсериал, понимает меня. И это действительно нечто особенное, открывает в себе некие чакры и даёт такую пищу для ума, что невольно задумываешься, что скоро это всё произойдёт. Спасибо, что досмотрели этот ролик до самого конца, вы пусечки. Подписывайтесь на инстаграм, телеграм-канал, там куча всего интересного. И пока! Ох!